Около тысячи семей пострадавших в результате паводков в Актюбинской области получили единовременные выплаты. Сумма компенсации составила 300 тысяч тенге. В регион продолжает прибывать гуманитарная помощь, а эксперты приступили к оценке ущерба. Когда и как будут восстанавливать поврежденные дома в затопленных районах, узнавала Лейла Ауэсова. То, что санитарно-гигиенические нормы, нарушена здесь то, что сырость, агрессивная среда, то, что для жития здесь сейчас, например, нельзя здесь жить. В доме Виталия Гельвиха полный хаос. Мягкая мебель перевернута, бытовая техника ушла под воду. Практически вся кухонная утварь и провизия испорчена. Мужчина даже не представляет, возможно ли теперь здесь продолжать жить. Вода у меня зашла где-то сантиметров 30-40. Живем мы три сына, супруга и я. В данный момент мы на квартире. От мебель все пострадало, все разбухло, обои все. Только ушла вода. Вот сейчас можно пройти. Это садоводческий кооператив «Жемос» на окраине Актубе. Улица выглядит так, будто недавно здесь бушевал ураган. Пока пострадавшие ждут приезда комиссии, поэтому ничего не трогают и не убирают. За полчаса вода залила весь дом. Убежали, в чем были. Ничего не успели забрать. Смотреть на это страшно. Оказывается, поводок все поднимает. Даже линолеум, ковры, табуретки. Все плавает. Столько воды мы не ожидали. Только по району Алматы, где под воду ушли 100 садоводческих товариществ, пострадавшие подали больше 2000 заявлений на возмещение убытков. На сегодня комиссия обошла около половины из них. К технической проверке зданий приступили независимые эксперты. Эксперт приезжает на объект, заходит домой. Проверяем на устойчивость дом. Самое главное, чтобы дом в дальнейшем не разрушился. И площадь поврежденных участков выявляем. Завершить техническую проверку планируют до конца апреля. Как отметили в Акимате, заявления на возмещение ущерба принимаются только от владельцев имущества или законных представителей. На сегодняшний день специальная комиссия обошла более 70%. Это около 1500 адресов. В течение 4-5 дней те места, где вода отошла, полностью завершит обход техобследования и оценка прошла около 500 адресов. По последним данным в регионе потоплено порядка 2000 домов. Для пострадавших собрали 300 тонн гуманитарной помощи. Накануне большую партию продовольствия и вещей первой необходимости отправили в Иргийский район. Эвакуированных сейчас размещают в общежитиях и интернатах. Там, в отличие от школ, предусмотрены все бытовые условия. Дополнительные места также выделят в санаториях, где курс реабилитации составит от 10 до 14 дней. Лайла Осева, Жумар Кудайбергенов, телеканал Алматы, Актубе.